Здравствуйте! Вы смотрите программу Событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигаться прямо, не сворачивая. Руководители промышленных предприятий на заводском шоссе опасаются, что после ремонта магистрали подъезды к ним перекроют. В проекте исключены съезды из-за их небезопасного пересечения с железной дорогой. Депутаты городской думы, представители фракции «Единой России» и контрольного комитета, общественники, а также городские власти вместе ищут пути решения. В ситуации разбиралась Марина Матвейшина. Пока свернуть с заводского шоссе к любому предприятию можно легко и безнаказанно. Так и было здесь более 30 лет. Однако после завершения ремонта дороги некоторые съезды могут исчезнуть. Их закроет высокий бордюр, а переезд железнодорожных путей, идущих вдоль заводского шоссе, может оставить без прав десятки водителей. Это получается в неустановленном месте проезд через железнодорожные, ну, через дорожные пути, через железную дорогу, вплоть до лишения водительского удостоверения. Административный штраф. В первоначальном проекте ремонта одной очереди заводского шоссе было предусмотрено 8 съездов с магистрали направо. Четыре из них пересекают рельсы в местах, которые не оборудованы по всем правилам железнодорожного переезда, а значит небезопасны. Потому эти съезды из проекта исключили. Но в этом случае отрезанными от дороги могут остаться десятки предприятий. Их руководители с такой ситуацией не согласны. Нас тоже пытаются отрезать. Тоже нахожусь на заводском шоссе порядка 30 лет. Железной дороги здесь не было. И вообще законность ее нахождения здесь, значит, под вопросом. Какое отношение эти съезды имеют, вернее не съезды, а переезды имеют к реконструкции заводского шоссе? Сделайте нам повороты и оставьте так, как было. Проблему на месте обсуждают депутаты городской думы, подрядчики, общественники и представители департамента градостроительства. А по съездам, я так понимаю, есть выход, либо мы занизим борт, мы не сдадим, мы ГИСН не предъявим. Даже если мы откроем, сделаем съезд, хотя бы обозначим этот съезд, завернем бортовую камень, ГИСН у нас не примет этот объект. Решение может быть только одно, вносить изменения в контракт, либо дополнительным соглашением, но это решение должен принимать, безусловно, не только департамент строительства, но и все вовлеченные в эту ситуацию стороны, поскольку без изменения в контракт решить этот вопрос будет невозможно. Собственнику железнодорожных путей уже направлен официальный запрос о возможности сохранить существующие переезды и оборудовать их по всем правилам. Участники встречи намерены добиваться совещания, где все стороны сядут за стол переговоров. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События. Открыть корпус ко второму полугодию 135-го Самарского лицея авиационного профиля. Такую задачу поставили перед строителями. Ход работ проверили глава города Олег Фурсов и региональный министр образования Владимир Пылев. Среди инспекторов оказался и Андрей Горгуленко. Да, хорошо. Мы же говорим о чем? О том, что дети должны воспитываться красотой. Правильно. Сейчас в корпусе лицея авиационного профиля пока не так красиво и уютно. Но стены и полы уже ровные. Здание, которое построили 65 лет назад, в последние годы не эксплуатировалось. Но совсем скоро здесь снова не будут стихать голоса лицеистов. И качество, и скорость ремонта очень высокие. Качество ремонта достаточно хорошее. Понятно, что ремонт еще не завершен. Но по фасадной части мы видим, что работники строительных компаний достаточно тщательно выполняют свою работу. Люди работают до смены. Количество рабочих достаточно для того, чтобы уложиться в уговоренные ранее сроки. Фасад и территория вокруг корпуса уже преобразились. Теперь очередь внутренних помещений. За их отделку возьмутся, как только в здание пустят тепло. На ремонт потратят 97 миллионов. Из них 35 на современное оборудование, обеспечивающее комфортное и качественное обучение. Это вполне достаточно для того, чтобы 200 учащихся увидели не только там красивые парты, стулья, стены, но и увидели вполне современное оборудование. Интерактивные доски, и компьютерные классы, и мобильные классы. То есть все, что сегодня необходимо для того, чтобы условия отвечали современным требованиям. Срок сдачи работ – декабрь. Поэтому ученики начальной школы 135-го лица авиационного профиля смогут сесть за парты в новых кабинетах уже во втором полугодии. Андрей Горгуленко, Григорий Плежаков. События. От Георгия Димитрова до Льва Толстого теперь можно добраться без пересадок. Изменилась схема движения 56-го автобуса. Он едет мимо торговых центров, поликлиник и вузов. Раньше маршрут проходил только по Московскому шоссе, теперь еще по Пензенской, Дыбенко и Карла Маркса. Новую дистанцию протестировала и наша съемочная группа. От Приволжского микрорайона до железнодорожного вокзала без пересадок два конца города соединяет 56-й маршрут. При этом автобус петляет по улицам, где раньше остановок и вовсе не было. Да и интервал движения сократился вдвое. Теперь ждать нужно всего 15 минут. Ну конечно, он сейчас стал ходить намного длиннее. Я раньше, самый первый еще был, когда 56-й, вот я сама ездила, у него полаконичные приволжки и ЖД вокзал, но он ходил раньше только по Московскому. А сейчас он, естественно, сейчас маршрут более такой длинный, поэтому он очень удобный. Мне нравится этот маршрут, я постоянно езжу на этом маршруте. Мне очень нравится и по времени, что укладываюсь. Мне он нравится, потому что он проходит в моем районе, где я живу. То есть мне в районе Тухачевского и до Академии доехать очень удобно. 37 остановок, среди которых торговые центры, поликлиники, учебные заведения. Увеличилось и количество самих автобусов. 10 машин в будние дни и по 8 в выходные. Изменения в схеме движения произошли в связи с многочисленными желаниями жителей Приволжского микрорайона, которые до сегодняшнего момента не могли добраться без пересадки в район железнодорожного вокзала. Железнодорожный вокзал, сами знаем прекрасно, является большим транспортным узлом в нашем городе. Сейчас новый маршрут, что называется, ездит в тестовом режиме. Специалисты изучают пассажиропоток. Но в автобусном парке уверены, что желающих прокатиться на 56-м будет немало. Мариана Мирная, Константин Головин. События. В Самаре работает горячая линия по вопросам подключения тепла. За неделю поступило больше 900 жалоб. Больше трети из них уже не актуальны. Проблемы решены. Это обсуждали на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Такие показатели первый заместитель главы города Владимир Василенко назвал неудовлетворительными. Он поручил ускорить работу, а также особое внимание обратить на участки теплосетей, где произошли порывы. Сейчас в Самаре 30 таких адресов. Сегодня на всех повреждениях по ПТС работают. На 17 часов я районам уже говорю, чтобы дали полную информацию, в каком варианте мы работаем. Около тысячи случаев мошенничества в регионе с начала года выявили полицейские. Пока раскрыли только треть. Сегодня преступники находят жертв на просторах интернета. Как не попасть в ловушку, знает Алина Чемерис. Банковский счет заблокирован и нужно отправить пин-код на указанный номер. Родственник попал в беду и необходимо дать взятку полицейскому. Такие легенды обычно сочиняют мошенники. Надеясь, что жертва не будет разбираться и захочет решить проблему сиюминутно. Изобретательности преступников предела нет. Некоторые, зная, как зовут директора фирмы, от его имени звонят подчиненным и просят перевести деньги на конкретный счет. Нарваться на преступников рискуют и те, кто пользуется онлайн-магазинами. Часто жертвами мошенников становятся и пользователи сети интернет, кто хочет подороже продать и подешевле купить. Схема проста. Преступники размещают в онлайн-магазине объявления, где предлагают товар по бросовой цене. Но вот незадача показать его они не могут и просят как можно скорее, пока не перехватили другие покупатели, расплатиться, перевести деньги на счет. Или другая схема. Преступники, не торгуясь, соглашаются купить товар своей жертвой. И чтобы расплатиться, просят все данные о банковской карте, включая заветные три цифры. Такую информацию, говорят полицейские, предоставлять никак нельзя. Жадность и невнимательность, как говорят полицейские, те пороки, на которые и делают ставку мошенники. В случае с пенсионерами это еще и наивность. Как правило, преступники представляются соцработниками или сотрудниками коммунальных служб. Заходят в квартиры, смотрят, где пожилые люди хранят деньги, потом грабят. Ущерб порой составляет сотни тысяч рублей. Стражи порядка предупреждают. Лучше всего противостоять преступникам поможет старый добрый здравый смысл. Никакие манипуляции с банкоматом под чужую указку не проводить. Потому что все разблокируется только через отделение банка. Если у вас позвонили, что родственник в беде, я уже сказал, необходимо в первую очередь созвониться с родственником, если таково имеется. Ни в коем случае, соответственно, не надо при звонках, допустим, в ночное время сразу называть там, Петя, это ты, соответственно, мошенник. Да, это я, Петя. И все, и уже на этом фоне начинает играть. Почему голос другой? Да мне губы разбили. Ввести в заблуждение очень много способов. Поэтому будьте внимательны. С начала года полицейские зафиксировали около тысячи случаев мошенничества. Треть преступлений раскрыта. Задержаны более 30 человек. Силовики напоминают, если есть хоть малейшая вероятность того, что вы имеете дело с преступником, необходимо сразу позвонить в полицию. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События. Взять штурмом позиции противника, уничтожить условных бандитов. Сотрудники Самарского ОМОНа провели учения. В условиях, приближенном к реальным, отработали тактические и боевые навыки. Полевые выходы ОМОНа проходят дважды в год. Как справились бойцы с задачей, увидела наша съемочная группа. Обходим по опуске леса. Заходим за дорогу, за грунтовую, за овраг. Здесь тоже будет овраг. Выдвигаемся за оврагом. Бойцы Самарского ОМОНа слушают инструкцию, прежде чем отправиться на задание. Любоваться красотой осенних пейзажей или здешней фауны нет времени. Задача серьезная. По легенде необходимо выяснить, где засели вооруженные бандиты. Чтобы незаметно подобраться к укреплениям, занятым условными боевиками, ОМОНовцы, прячась за холмами, делают крюк. Сегодня работают три группы. Две штурмуют позиции противника, третья группа блокирования должна остановить боевиков, которые попытаются уйти. Скоро заинут. Дом до смотеря потягивайте к нам. Принял. Как выясняется, условные боевики в каждой из этих построек. Задачу бойцам ОМОНа усложняют спрятанные взрывные устройства и мины растяжки. Сначала нужно справиться с ними. Затем, прикрывшись дымовой завесой, ОМОН начинает штурм. Условный противник уничтожен. И сотрудник в Росгвардии никто не пострадал. Такие полевые выходы у бойцов Самарского ОМОНа два раза в год. Весной и осенью. Тренировки постоянные. Закрепляется знание личным составом. И с условиями, приближенным к боевым, отрабатываются определенные тактические действия, стрельбы, с автоматического оружия, с табельного. И находимся здесь круглосуточно. Живем в палатках, то есть в полевых условиях. Следующий этап – метание гранат. Боеприпасы не учебные, настоящие. Поэтому техника безопасности на первом месте. Ручная граната наступательная. С ней бойцы идут в атаку. Радиус поражения 25 метров. Сегодня ее бросают из укрытия, из соображения безопасности. Но в реальных боевых условиях все происходит на ходу. Когда тренировки закончились, бойцов встречает полевая кухня. Учения сотрудников Самарского ОМОНа продлятся до конца недели. Алина Чемерис, Василий Кладашов, События. Далее коротко о других событиях дня. Самару вновь атаковали телефонные террористы. В ночь на 17 октября в 9 гостиницах искали бомбы. Анонимные звонки в полицию поступили во втором часу. Силовики работали на объектах всю ночь. Взрывчатых веществ в зданиях не обнаружено. Напомним, что это уже третий случай ложных сигналов о заминированиях. 12 сентября неизвестные сообщили о наличии взрывных устройств в 8 торговых центрах Самары, а 5 октября и столетинских торговых центров. И школы эвакуировали людей по той же причине. В Сызране в берег на полной скорости врезался катер рыбаков. По информации местных СМИ, на борту было двое мужчин, которые тренировались перед началом крупных соревнований спиннингистов. Судно на полной скорости въехало в берег, проехало по земле несколько метров и остановилось, врезавшись в дерево. Людей, которые находились в катере, доставили в больницу. На месте железнодорожного переезда в микрорайоне «Крутые ключи» может быть построена двухуровневая развязка. Об этом стало известно на заседании комитета Самарской губернской думы, на котором рассмотрели коллективные обращения жителей. Напомним, переезд изначально носил статус временного и был организован по инициативе застройщика для подвоза строительных материалов на время возведения микрорайона. И движение по нему было закрыто 13 октября. Областное министерство транспорта выступило с идеей строительства на месте переезда двухуровневой развязки. Ее сооружение может занять около двух лет. В Самарской области может измениться порядок оплаты проезда, может вернуться проездной. Этот вопрос обсуждают в губернской думе. Такая транспортная карта весьма удобна, а купить ее можно будет на неделю, месяц, 90 дней, полгода или год. Лимита поездок не будет. Такая система уже действует в Москве. Нынешняя самарская транспортная карта рассчитывает поездки по одной. В Самаре открыли новый офис городского центра занятости населения. Жителям Кировского, Советского и промышленного районов больше не придется ехать в центр. Новый офис располагается по адресу улица Новая вокзальная, 213. Посетители ждут с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, по пятницам до 16.00. Все услуги центра занятости населения предоставляются бесплатно. Подробности можно узнать по телефону, указанному на экране. АвтоВАЗ отзовет почти 20 тысяч Lada X-Ray. В чем причина? Расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цены на нефть продолжают расти. За баррель марки Brent дают уже больше 58 долларов. Валюта дорожает. Курс на 18 октября. Доллар 57 рублей 33 копейки. Евро 67 рублей 45 копеек. Золото стоит 2395 рублей. Серебро 31 рубль 95 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 55 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 5 копеек. Россияне стали на 20% больше пить кофе. Поэтому страну ввозят вдвое больше зерен. А вот поставки чая упали на 8%. Минфин рассказал, насколько вырастут зарплаты россиян в следующем году. По прогнозам прибавка составит примерно 4%. Автоваз отзовет почти 20 тысяч Lada X-Ray. Это машины, реализованные с февраля 2016 года. Причина – возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Это может привести к замыканию и возгоранию в моторе. На этом все. Удачи в делах. «Виват Баян» легендарному музыкальному инструменту исполнилось 120 лет. Российский музыкант Сергей Войтенко предложил поставить памятник русскому голосу. Арт-объект станет визитной карточкой Самары. Самара – родина баяна. Знаменитый меценат и композитер Павел Челков – его автор. Еще будучи юношей, он открыл мастерскую в городе, где и смастерил первый отечественный баян. Теперь весь мир играет на нем. Мы совершенно официально можем считать и заявляем, что Самара – родина баяна. И этот инструмент, который здесь родился, он шагает по всему миру. И на нем играет весь мир. И мы должны с вами, не должны, а можем гордиться тем, что у нас родился такой инструмент, которым пользуется весь мир. Это же уникально, правда ведь? Также Самара славится своим фестивалем «Виват Баян». Сергей Войтенко предложил увековечить этот исторический факт тем, чтобы поставить монумент русскому голосу. Эскизы художников уже во всех соцсетях музыканта. Имена авторов пока держатся в секрете. Арт-объект планируется интерактивный. При прикосновении скульптура будет издавать звуки, а по вечерам светится. Путем голосования выберут лучший рисунок, и по нему уже будут делать памятник. Ну и про «Виват Баян» тоже не могу сказать. 15 лет этому фестивалю Сергей его придумал, Сергей его и сделал. И сейчас это, наверное, тоже один из брендов такой культурной жизни нашего региона. Итоги голосования подведут 12 ноября. В этот же день в филармонии состоится благотворительный концерт, деньги с которого пойдут на создание арт-объекта. С концерта планируется брать около 300 тысяч рублей. Всего же необходимо от 2 до 4 миллионов рублей. Точное место, где будет поставлен монумент, неизвестно. Но, скорее всего, это будет исторический центр города, где располагалась мастерская Чулкова. Скульптуру планируют поставить к весне следующего года, в преддверии Мундиаля. Новая достопримечательность станет визитной карточкой Самары. Даниил Лучко, Сергей Баскин, События. Дерево мастера боится. Роспись и резьба – очень древнее искусство. В артфайкин-театрах художественной открылась выставка «Легенды Жигулей». Оценил работу профессионалов Даниил Лучко. С виду работы изящные и качественные. Сам процесс их создания не из легких. На одно изделие уходит от одного дня до нескольких недель. У каждого мастера свой почерк. Автора всегда можно узнать по резьбе, углу среза и росписи. В качестве материала идеальный вариант – липа. Она пластична. Работа должна приносить удовольствие, уверен мастер Александр. Когда режешь дерево – это удовольствие. Просто дерево тебе само подсказывает, как резать, на какую глубину, как его декорировать, тектонико и все прочее. На выставке представлены фото Жигулевской фабрики художественных изделий. С середины прошлого века она выпускала деревянную посуду, сувениры и аксессуары. Сейчас специализируется на кружках, панно и разделочных досках. Используется геометрическая и контурная резьба. На самом деле, конечно, впечатляют такие работы, когда люди вкладывают свою душу в изделие, в дерево в данном случае. В конце 19 века украшения из дерева были очень популярны. Бусы, сережки, застежки. И, как говорят эксперты, за каждым изделием скрывается целая история. В этих орнаментах, в этих формах, в них так много заложено смыслов. И экономических, если хотите, и научных, и краеведческих, что мы просто не вправе об этом забывать и к этому относиться легкомысленно. Выставка продлится до 5 ноября. Время работы с 10 утра до 8 вечера. Вход свободный. Данил Лычко, Сергей Баскин. События. У кадетов праздник. Теперь для 71 ученика 170-й Самарской школы понятие учебы и службы неделимы. Они присягнули родине в парке Победы под присмотром генерала армии Александра Баранова. С торжества вернулись наши журналисты. Ребята из 170-й школы уверенно держат свои удостоверения. Теперь они настоящие кадеты. К важному и особенному дню принятия присяги готовились с начала учебного года. Командиры, несмотря на праздник, призывали своих подопечных не расслабляться, не забывать про учебу, быть сдержанными и уверенными. То, что надо спокойно, не волноваться. То, что надо собраться с мыслями. У нас есть, ну как в обычных школах, русский, математика и так далее. У нас после уроков построения, строевые подготовки, и нас еще там по урокам много чему учат. Для кадетов 170-й школы уже истин учебного заведения мало. Присягу принимают в парке Победы. Теперь это новая традиция. А в этот раз присяга и вовсе особенная. Торжественная церемония проходила под присмотром генерала армии Александра Баранова. Я рад, что у нас в городе Самаре есть такие руководители, которые подходят к воспитанию молодежи не только как педагоги, а как воспитатели-патриоты и воспитывают действительно патриотов молодых ребят. В 170-й школе кадетство развивается уже 17 лет. За это время более 150 учеников выбрали карьеру людей-служивых, закончили военное училище. Все выпускники с удовольствием вспоминают свои кадетские годы и постоянно приходят в гости к учителям и офицерам. Очень много ребят, которые действительно, служа в отечественном военном поприще, приезжают каждый год неоднократно в школу, чтобы еще раз сказать спасибо своим воспитательным офицерам и учителям. Всего присягу принял 71 кадет. Теперь школьников ждет долгая и упорная, но уже полюбившаяся за такой короткий срок служба. Лариса Шлафаст, Андрей Горгуленко, Станислав Ливин. События. Точные расчеты, яркие эмоции, спорт и искусство. В Самаре прошел традиционный турнир по спортивным бальным танцам «Хрустальный башмачок». У кого какие шансы его примерить, расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Эффектный поклон и вот Анастасия Рузина и Евгений Мошин поднимаются на верхнюю ступень пьедестала. Их дуэт существует не так долго, всего один год, но партнеры часто побеждают. Их секрет – они хорошо чувствуют друг друга и вместе испытывают одни эмоции, выходя на танцпол. Паркет МТЛ-арены готов был закипеть от страсти, возникающей между партнерами. Танцоры выявляли лучших в спортивных бальных танцах на традиционном межрегиональном турнире «Хрустальный башмачок». Среди судей для большей объективности не только представители Приложского округа, но и центральных регионов. Московские гости отмечают, что и уровень танцоров растет, и пар в Самаре становится больше. Меня очень обрадовало то, что в группе начинающих по взрослым у вас очень большое количество пар. Это говорит о том, что, в общем-то, население счастливо. Это немаловажно. Обычно много детей, и по нарастающей пар становится все меньше и меньше. А у вас большое количество в такой начинающей группе. Это реально радует. Всего за медали турнира боролись 872 дуэта во всех возрастных категориях. От 5 и до 40 лет. Больше всего танцоров представляли Самару. Сборная региона в итоге и заняла первое место неофициального командного зачета. Второе и третье места завоевали сборные Ульяновска и Уфы. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин